Всем привет! С вами Снежана и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать цветные лучи и цветные блики на видео. Интересно? Посмотрите мой пример. Для этого видео нам понадобится приложение Лайк или ТикТок, где мы снимем наши видео, и программы для монтажа Элайс Моушн, Хайнмастер, Видео Старт и Мегафото. Ну что, погнали! А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео. Подпишитесь на меня в Лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Для начала зайдем в Лайк, начнем снимать видео и выберем музыку. Ну, я выберу, скорее всего, вот эту. Примените. Ставлю и снимаю слоумо. Поставлю на 0,5х. Включаю. Давайте поставим на 0,3х, потому что это не сильно замедлено. Я случайно отключила, сейчас покажу, подаю и включу на 3,5х. Ну, получилось прикольно. Сохраняем, как частное. Наши видео загрузилось, теперь можно приступать к монтажу. Зайдем в программу Лайк, нажмем на плюсик и выберем формат. Снова нажимаем на плюсик в медиа и добавляем наше видео. Теперь разрезаем видео в том месте, где мы хотим, чтобы у нас появились виды. Выделяем ту часть видео, где они будут у нас появляться и дублируем. Теперь в правом верхнем углу нажимаем на три точечки и нажимаем дублировать элемент. Теперь выделяем верхнюю часть видео и на панели выбираем наложение и прозрачность. В появившемся окошке выбираем эффект Light. Выбираем эффект экран. Теперь на эту часть видео нам нужно добавить направленное размытие. Мы нажимаем эффект, добавить эффект в разделе размытие и ищем направленное размытие. Нажимаем и полонками подстраиваем, в какую сторону вы хотите, чтобы были у вас блики. Посмотрим, что же у нас получается. Вау, получается очень круто. Теперь на наши блики можно добавить цвет, но это по желанию. Теперь нажимаем эффекты, добавить эффекты. В разделе цвет и цвет выбираем spot color. И теперь я буду менять цвет моих бликов. Поставим курсор в начале нашего фрагмента. И нажмем на Robbic Exclusive. И выберем подходящий цвет. Передвигаем курсор на следующее место и выбираем другой цвет. Роббик уже нажимать не нужно, потому что программа записывает наши движения. А перед фрагментами можно поставить крятку или озоление или циклежение. Ссылочку, как сделать такие эффекты, я оставлю в описании. Теперь наше видео можно сохранить. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Подождем, пока она загрузится. Еще раз на стрелочку и сохранить в галерею. А сейчас я вам покажу, как делать такое видео в Каинмастере. Для начала зайдем в Каинмастер. Нажмем на плюсик. Выберем размер 16 на 9. Мультмедиа. Фото. И добавим любой фон. Я выберу белый. Нажимаем на галочку. Теперь немножечко его увеличим. Дальше мы нажимаем слой. Мультмедиа. И добавляем наше видео. Вот оно. Теперь нажимаем на галочку. Теперь увеличиваем его. Ну, до средних размеров. И ставим или сверху, или снизу. Потом узнайте, почему это надо было. Вот я подстроила. Теперь сохраняем. Нажимаем на галочку. На стрелочку в верхнем правом углу. Экспорт. Нет, спасибо. Подождем, пока оно экспортируется. Еще раз на стрелочку. И сохранить видео. Все. Наше видео сохранилось. Но это еще не все. Теперь мы выходим. И заходим в мегафото. Теперь выберем любой эффект. Я выберу вот этот. Нажимаем на стрелочку. И на квадратик. И добавляем наше видео. Теперь нажимаем на стрелочку. И на три кружочка. И ищем эффект, который вам надо. Мой эффект, который я хочу добавить, он у меня в платных. Поэтому я немножечко схитрю. Вот мой эффект. Нажимаем на него. И вы можете увидеть, что здесь написано бесплатный предпросмотр. Вот для чего мы заходили в Кайнмастер и делали его снизу. А теперь мы просто записываем запись экрана. Вот и все. Мы запись экрана записали. Теперь выключаем ее. И выходим. Теперь мы заходим в Кайнмастер. Здесь у нас уже открыто то, что мы монтировали. Выходим. Нажимаем на плюсик. Выбираем размер 16 на 9. Мультмедиа. И добавляем наше обычное видео. Вот оно. Нажимаем на галочку. Теперь нажимаем слой. Мультмедиа. Все. И добавляем нашу запись экрана. Вот оно. Увеличиваем ее до нужных размеров. Переворачиваем и увеличиваем. Вот я увеличила. Теперь мы выделяем наш слой. Листаем в самый низ и нажимаем смешивание. Выбираем наложение. И нажимаем на настройки. И выключим ползунок снижения звука. Давайте посмотрим, что же у нас получается. Вау, очень круто получилось. Поэтому мы сохраняем. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Экспорт. No thanks. Подождем, пока видео экспортируется. Еще раз на стрелочку. И save видео. Все наше видео сохранилось. А сейчас я вам покажу, как смонтировать это видео в Видео Старе. Заходим в Видео Стар. Нажимаем на плюсик. Выбираем размер. И нажимаем редактировать видео. Нажимаем видео и выбираем наше видео, которое мы сняли. Вот оно. Здесь в этом видео я хочу сделать конец. Вот здесь. И нажимаем установить конец. Теперь нажимаем сотворить видео. Теперь нажимаем действие, перекроить клип. И я хочу добавить несколько таких переворотиков. Я нашла вот такой вот эффект. Теперь нажимаю перекроить и двигаю ползунок. Вот наш эффект наложился. Теперь в этом месте, там где я подбрасываю волосы, я разрежу. Нажимаю редактировать. Быстрая сплит сцена. Разбить. Разбить. Вот мы и разбили. Теперь мы снова нажимаем действие, перекроить клип. И нажимаем на плюсик. Пишем в поисковой строке трон на английском. И нажимаем на него. Вот у нас наше видео стало таким синим. Теперь мы ползунком делаем его еще ярче. И нажимаем на стрелочку. Нажимаем быстрый эффект. Теперь мы нажимаем действие, перекроить клип. Нажимаем на плюсик. На кисточку. И ищем эффект. И выбираем эффект монохром, который будет сам изменять цвета. Вот так. Я сделаю так, чтобы он быстро изменял цвета. Подправляю ползунком. Если мне все нравится, то нажимаю на стрелочку. И нажимаю быстрый эффект. Ну, мне все нравится. Теперь мы нажимаем действие, перекроить клип. Нажимаем на плюсик. И пишем в поисковой строке зум блур. И пишем в поисковой строке зум блур. И применяем его. И зум блур у меня. Зум блур. Вот так он выглядит. Ползунком я могу настроить. Теперь нажимаю быстрый эффект. Вот так у нас получается. И для этого видео нам нужен многослойный клип. Многослойный клип я купила. Нажимаем действие и многослойный клип. Нажимаем на единичку. Выбираем наше готовое видео. Теперь нажимаем на двоечку. И добавляем наше обычное видео без разных эффектов. Теперь нажимаем на кисточку. И выбираем эффект. И выбираем эффект Blend BG. Если вас не устраивает результат, можно нажать на стрелочку с левой стороны. И выбрать какой вам будет нравиться эффект. Я выберу вот этот. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Вау, получилось очень круто. Если вам все нравится, то нажимаем создать. Нажимаем да. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вау, получилось нереально круто. Мне нравится. Теперь мы нажимаем на крестик. И нажимаем на стрелочку. Сохранить в альбом. Наше видео экспортируется. Подождем. Все, наше видео сохранилось. А на этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось. И оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимите, пишите хэштег «Снежана Снежок» и хэштег «Хочу видеть Снежаны». Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока.